Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио. Многие люди заходят на стримы и спрашивают различные вопросы касательно обновления 9.1. Сразу ли откроется кортия, сразу ли откроется тазовеш, тайный рынок. Многие люди хотят посетить новое подземелье, потому что пущи им уже просто надоели. Также люди спрашивают о том, когда откроется рейд, какой нужно ключик крыть, полезный ли пвп и все такое прочее. В таблице небезызвестного автора Медива, который сделал уже большое количество гайдов по старту в различные дополнения, обновления, имеются абсолютно все ответы на эти вопросы. Ну и не только на эти. Быстренько сейчас абсолютно все рассмотрим, скажу какие-то личные свои комментарии насчет этого и, само собой, ссылочку на нее оставлю в описании на эту табличку. Начнем же. Вкладка «Календарь» — основная информация, в которой указано абсолютно все. Что, когда открывается. Что мне нравится в его таблицах, так это то, что все всегда отмечено какими-либо цветами. Есть цвет красный, желтый, зеленый. Зеленые — низкоприоритетные какие-либо интересные вещицы. Но они все равно интересные. Их нужно делать чуть-чуть хотя бы. Желтые какие-либо цвета — это уже, скажем так, средний приоритет. То, что красным указано цветом, это самый высоковырневый контент. Например, «Мифик прогресс», «Святилище господства», как мы видим на вкладке «Календарь». Также красным цветом отмечена самая-самая важная информация, которую нужно сделать, которую нужно реализовать. Далее мы также еще эти цвета, само собой, увидим. Также не стоит забывать о краткой информации. Ее реально стоит прочитать и понять вообще, для чего вам этот гайд, как им пользоваться, что из себя представляет этот документ. Ну, в текущий момент мы все это видим и все это можем прочитать. Вот. Само собой, есть и архивные версии всяких старых их-либо гайдиков. Вкладка «Подготовка» имеет в себе, как я уже говорил ранее, различные цвета, цветовые обозначения, что нам нужно сделать, как нам нужно подготовиться и все такое прочее. Ну, а о чем еще будет вкладка «Подготовка»? Само собой, о подготовке. Также нам нужно аддон установить. Он реально потребуется. Кортия. Что такое Кортия? Расширение утробы и добавление туда новых квестов, нападений и т.д. При выполнении стартовых сюжетных квестов вы получите возможность вызывать любых маунтов в утробе и кортии. Также избавитесь от эффектов ока-тюремщика, которая надоедала нам в утробе. Если рассмотреть карту, то мы уже увидим кирийский значок. Это новое кирийское нападение в утробе. Аналогично нападениям зота в 8-3. От себя могу сказать то, что эти нападения выглядят довольно-таки классно и приятно. Ну, наверное, потому что их мы просто вновь увидели, и первое нападение будет реально веселым, а далее будет надоедать. Также карта Кортии с дейликами, небольшая локация в целом, но по ней придется побегать. Именно побегать, да. Кладка репутации, две новые фракции, Легион Смерти, кодекс Архивариуса. Само собой нужно качать до максимума, потому что на максимальной репутации будут максимальные награды. Таким образом, например, Легион Смерти будет давать нам дополнительный сокет за 1000 углей душ. Если мы рассмотрим кодекс Архивариуса, другая фракция, то там будет дополнительный сокет также. И апгрейд проводничков. Вот так вот. Деформатор сплавов дополняет гнездо в предмет. И осколок Силы Смерти. Находит улучшение для одного из проводников с самым низким уровнем среди тех, что у вас есть. Максимальный уровень предмета — 252. То есть максимальный проводничок — это 252 этим левел. Грустно, что такая же система остается касательно проводников. Ну, что поделать, что поделать. Система, конечно, печальная в некоторой степени. Гнездо господства. Новая механика, которая будет введена в обновление 9.1. И тут давайте я чуточку подробнее расскажу. У нас будут вещицы, на которых будут эти новые гнезда. Обычные вставить туда будет нельзя. То есть шапка у нас будет только с гнездом господства, с рейда падать. Рейдовая шапка, она будет только с гнездом господства. И она будет открывать нам доступ для сбора нечестивого бонуса. Будут разные три бонуса. Если голова, и мы вставим три сокета нечестивых, то мы получим сетбонус нечестивость. Если, например, мы без плеча будем вставлять ледяные сокеты, то мы не получим ледяной сетбонус, как я правильно понимаю. С целью того, чтобы разблокировать ледяной сетбонус, нам нужно надеть плечо. С целью того, чтобы разблокировать кровяной сетбонус, нам нужен нагрудник. А также нам нужно вставить три гнезда. Но из-за вебки не видно. Вы скажете то, что вот, всего лишь три вещи, и что нам все их гробать нужно? Нет. Имеются различные альтернативы. Таким образом, например, тканники могут надеть дополнительно поясок с гнездом господства. Тканники могут надеть еще и запястье с гнездом господства. Кожники могут надеть ступни и перчатки, кольчужники пояса ступни, платники, запястья, перчатки. То есть, что нам нужно для того, чтобы, например, работал нечестивый сетбонус? Нужно надеть голову, любые другие две вещицы и вставить нечестивые самоцветы. Как-то так. Также все написано насчет апгрейдов, насчет извлечения этих самоцветов. Предмет для извлечения покупается за 2500 пепла душ. Мы будем нечасто такие вещи лутать. Вставлять гнезда нужно с умом. Пепел будет фармиться в большом количестве. Так что пепел уже не такой, какой-то уникальный ресурс. Ну и, само собой, 11 строчек насчет всех этих гнезд. Следующая вкладка — известность. Мы уже знаем, что такое известность. Мы качали первых 40 лвлов. Ну а теперь нам нужно качать вплоть до 80-го. То есть на 80-м мы там будем еще какие-то апгрейдики получать интересные. На 44-м будут вообще полеты доступны, прекраснейшие. Также сможем апгрейдить сокеты новые. Максимальный уровень проводников — 9.1.252. Если у вас не все проводники 226, их можно нафармить в корте с рарников и дейликов. Раньше мы фармили их за стегию. Ну а сейчас людям нужно всего лишь убить рарников и поделать дейлики. Окей, окей, хорошо. Ну у меня-то уже все 226, поэтому я, не напрягаясь, смогу бегать по корте и по другому контенту. Таргаст. Имеется новая механика. Мы будем прокачивать талантики. Вы знаете талантики, как были во времена ведений? То есть то, что мы видели в 8.3. Подмановые хранилища нужно прокачать, и мы это увидим в третьем пункте чуть выше. Совершив безупречный поход в Таргаст, вы, участники вашей группы, можете подняться в адамантовые хранилища. Доступно, начиная с 9 уровня Таргаста имеется в виду, 9 этаж. Что такое адамантовые хранилища? Вопрос хороший. То есть просто ли это сундуки, сундуки с ловушками? Посмотрим. Как можно быстрее надо получить талант на адамантовые хранилища, так как за них можно получить агрейд проводника или допсокет. Остальные таланты можно брать, какие хочется. Это практически не влияет на эффективность прохождения. Согласен? Потому что Таргаст он и так легкий. Если вы, конечно, идете неодетым персонажем, ну тогда будет тяжело. Также мы видим, сколько углей получаем за какой-либо этаж. За девятый 60, за десятый еще 50, за одиннадцатый еще 40, за двенадцатый еще 30. Таким образом, если мы, например, пойдем сразу в двенадцатый, то мы получим 180 углей. Но стоит помнить об ограничении. На первой неделе будет открыт только девятый уровень, на второй – десятый, на третьей неделе – одиннадцатый, а двенадцатый непонятно когда. Может на третьей неделе, может попозже. Посмотрим. Если вам нужен пепел-душ, ее можно нафармить повторными зачистками уровней Таргаста. Ну, немножечко он все-таки нужен, будем честны. Легендарки. Все о легендарках. Сколько нужно углей, сколько углей у нас будет на момент окончания первой недели. То, что я выделяю, кстати, вообще видно? Да, видно замечательно. Сколько у нас будет углей под конец второй недели, третьей недели, четвертой недели. 1650 углей нужно на 262-ю легендарочку. Легендарка максимального ранга. Что получается? Мы ее крафтим на второе мифическое КД. Ну, то есть 21-го числа, 22-го, 23-го. То есть пока вы там активности всякие сделаете. Миссию отправите, дождетесь ее. Хотя не обязательно, но все же. Маловато они дают. Все-таки хотелось бы не 20, но хотя бы 100 получать углей, чтобы важность соратников была как-то повыше. Ну, это уже такое личное, скажем так. Профессии. Все о профессиях. Тут больше информации от тех, кто будет крафтить эти легендарки сам, а не покупать заготовки. Прочитайте. Быть может, это поможет вам в Goldfarming. Также желтым текстом выделили информацию о 230-х вещицах. Спрашивали у меня на стриме однажды то, что вот, я на ПТРе заметил рецепт, 230-м можно шмот крафтить, можно что-то, типа, одеться в фулл таким образом. Нет. Носить можно только одну такую шмотку. Ну, это прикольно, это приятно. Почему бы и нет? То есть заткнуть какой-нибудь 220-й слот, 230-м, это интересно, это выглядит реально прикольно. Далее PvP. Как мы знаем, оно немножечко изменилось, и оно теперь как-то больше похоже на адренорское в плане item-левела своего. Там тоже была такая механика, но она была вообще дичайшая. То есть для PvE вещица была 620-я, а для PvP 675-я. Разница item-левелов была большая. Тут небольшая, всего лишь 13. Я считаю, то, что апнуть 1800 или 200 в тот момент, когда откроется сезон, то есть это с 7 по 13 число, будет нормальным таким решением, потому что, ну, с десятых ключей там будет максимальный только шмоций по C229-й, хотя нам все равно нужно крыть высокие ключики ради того, чтобы наполнить хранилище. А так, то есть мы апаем рейтинг и в будущем закупаемся вещицами. Все замечательно. Система PvP в 9.1 остается точно такой же, как в 9.0. Капочка взаивания в неделю не меняется. Тут 75. А по-моему, он 650. Могу ошибаться, но ладно. Ежедневный туду. Тудулист. Собственно, мы можем тут абсолютно все глянуть, что нам нужно делать каждый день и каждую неделю. Изучаем, смотрим, делаем. Также эту вкладку полезно открывать в тот момент, когда, например, вы уже играете в новое обновление, смотрите, например, «Ага, ключик не закрыт, пойду крыть». Ну и такие вот всякие вещицы, просто чекаем, смотрим. Далее вкладка «Мифик плюс» и «Сплиты». Таблица с лутом. Для максимального и левела шмотки с недельного сундука теперь нужно закрывать 15-е ключи, а не 14-е, как было в 9.1. Да, абсолютно верно. Если мы глянем и левел недельного сундука, последняя строчка, последний столбик, то что получается? За 15-ки мы будем с недельного хранилища лутать. Итем левел 252-й, а за 14-й 249. Три итем левела, разница есть, все-таки как-никак. Ну и таблица с рейда. Что по луту, что такое, все прочее. Как-то так. Ну и все. Всю табличку мы посмотрели. Ссылочку видео оставлю в описании. Не ленитесь, смотрите. Чем больше вы ее изучите, тем меньше у вас будет каких-либо вопросов. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании и о стримах. До скорого!